Здравствуйте, это специальный разговор. Ведем его сегодня для вас мы, Никита Кондратов и Лидия Салкусан. И мы обсудим главные темы прошедшей недели. Ну и конечно же, это президентская регата. На этой неделе Днестр кипел. Прошла регата, гонка на драгонботах. Это что-то невероятное. 54 команды и более 700 участников. По накалу в стрессе это было что-то невероятное и точно веселее, чем финал Лиги Чемпионов. Два раза что-то невероятное от Никиты Кондратова. Я в восторге просто. То есть вы понимаете, что это было что-то невероятное. Обязательно все расскажем. Либо у меня скудный лексикон. Выбирайте сами, как версия вам больше нравится. Все расскажем и покажем, и вы уже решите сами, как это было здорово. Наши теннисисты показали приднестровский класс. Привезли золото со всемирных игр соотечественников в Москве. Пока они еще в Москве. Соревнования закончились. Закрытие. Будет прямая связь. Но они не только взяли золото. Они еще с флагом Приднестровья на Лужники попали. И там рассказали о нашей стране и показали. Это было сильно и стильно. С вами, Лидия, в этом плане спорить не буду. К сожалению, сегодня мы говорить будем не только о таких позитивных вещах, как регата и наши победы в Москве на международных играх. Но вот над Бендерами летал странный самолет. Да, действительно, не военный самолет, но все же вопросы возникли. Молдова продолжает искать варианты, как золотать свою дыру в бюджете в миллиард евро. И вот сейчас жертвой стал наш молдавский металлургический завод. Хотят ввести монополию на лом. Чем это чревато, тоже обсудим. И Кишиневский аэропорт, как зона риска, можно и не улететь оттуда. Пограничники Молдовы просто лютуют. Об этом тоже будем говорить сегодня. Итак, это специальный разговор. Мы начинаем. Итак, начинаем с самого масштабного события этой недели, но, наверное, и года. Это, конечно же, президентская регата. Гонка на лодках-драконах. Два дня соревнований. Ну, Днеср буквально кипел, а драконы летали. Да. 54 команды, министерства, ведомства, организации, предприятия, студенты. Всех не перечислить. Более 700 спортсменов и просто любителей. Ну, мы видим, как спорт объединяет. Об этом говорил и президент Вадим Красносельский. Что гребля на драконботах показала, что мы все вместе. Мы приднестровский народ. У нас уникальные возможности в Приднестровье. У нас есть хорошая природа, замечательная речка. А самое главное – приднестровские люди. Великолепные приднестровские люди, которые желают трудиться, отдыхать, заниматься спортом. Гребля на драконботах или на каное, там, неважно, как называется, она на самом деле очень демократична. В ваших рядах есть люди разных поколений. Молодые ребята, уже взрослые люди, бывалые, скажем так, пенсионного возраста. Есть люди с ограниченными возможностями. Данный вид спорта позволяет себя проявить и доказать, что мы все вместе. Мы приднестровский народ. А это очень важно. Проигравших нет. Выигрываем и все. Выигрывает спорт. Выигрывает здоровье. Выигрывает объединение. Красота. И вправду весла взяли все, даже кто никогда их в жизни не держал. В лодке сели в том числе и председатель Верховного Совета, и министр экономического развития. И мэр Вендер. И мэр Вендер. Да все там были. Мы там тоже были, потому что команда первого преднестровского тоже участвовала. Те, кто не участвовали, болели за своих. И не только за своих, а в целом за спорт. Два года назад, когда проходила первая регата, участвовало 30 команд. В прошлом году 40. В этом году уже 54, из которых 13 новых. Это просто, мне кажется, невероятное что-то. И действительно, мы видим, что драгонбот – это современный молодой вид спорта. Набирает довольно-таки большую популярность во всем мире. И Приднестровье здесь, ну, в авангарде. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok. Это, кстати, дракон с прошлого года, еще с прошлого сезона. Но в этом году он им не очень помог. Они, конечно, такой результат не показали. Но все равно выступали хорошо. А год дракона сейчас? Да. Вот в год дракон не помог. Так что делать выводы сами астрологи и любители гороскопов. Предлагаю посмотреть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наши старались, наши ребята молодцы. Они тренируются регулярно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы уже наш талисман вместе со своим барабаном. Да, и кричать «Авангард» для меня привычно. Все вместе, как обычно, «Авангард», крикнем всей душой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно, мы подготовились для того, чтобы поддержать наших ребят, чтобы они не чувствовали себя одинокой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и, конечно же, главная интрига этой регаты, администрация президента снова это сделает или нет? Спойлер, не получилось, и это сенсация. Да, к сожалению, так есть. К счастью, это спорт, это конкуренция. И все-таки команда администрации президента выиграла две регаты, и суперкубок выиграли, получили мастеров спорта. Но вот настало время других. И я думаю, что, наоборот, для ребят из администрации президента будет стимулом вернуться и вернуть себе заслуженный кубок и золото. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Эмоции, которые мы все получили, и участники, и участники, и участники, и болельщики, нам хватит. Ну и ждем уже четвертой президентской регаты, которая будет в следующем году. И как сказал президент Вадим Красносельский, проигравших нет, мы все победители, потому что мы все вместе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И мы продолжаем и продолжаем о спорте. От одних соревнований и суперэмоций переключаемся на другие. Из Тирасполя в Москву. Там прошли восьмые всемирные игры юных соотечественников. 450 участников из 30 стран мира. Египет, Ливан, Македония, Турция, Швеция, Корея. Но самое важное для нас, конечно же, и Приднестровье. Приднестровские спортсмены были там, и наши теннисисты из Дубоссар. Дубоссарская школа продолжает воспитывать чемпионов. Взяли золото. Сейчас мы все узнаем, так сказать, из первых уст. Они с нами на связи. Добрый день. Добрый день. Как настроение? Четыре золотые везем домой. Настроение отличное. Маша, кто из вас больше золотых медалей взял? Мы одинаковое количество взял. По две медали, да? Да. Ну вот такие вот скромные у нас чемпионы. Ну, знаем, волейболисты наши на девятом месте попали по жеребьевке на Кыргызстан. Чемпионов прошлого года, то есть одной из сильнейших команд. Потом обыграли Турцию и Москву. Но по итогу вот все равно девятое место. Да, да. И Кыргызстан в этом году опять чемпионный. То есть там ребята опытные, играют давно вместе. Как успокаивали нашу сборную, Кристина? Наших ребят? Ну, обсудили ошибки, делали выводы, над чем работать дальше. И вперед. Они успели недолго расстраиваться, потому что у нас такой график напряженный. Ни секунды покоя мы сразу на экскурсию, только не успели поесть. И они отвлеклись на Красной площади, потом в Третьяковской галерее. И продолжили проводить хорошее время. Вот в этом организаторы молодцы, конечно. Да, мы следили за вашим выступлением в Москве. Очень много видео в социальных сетях. Но для меня, конечно же, самое запоминающееся – это вы, флаг Приднестровья и Лужники. Это сильно, и, как сказала ранее Лидия, и стильно. Вот что вы чувствовали? Вы с флагом своей страны, на одной из самых крупнейших арен мира. Какие чувства вас тогда переполняли? Мы чувствовали большую гордость выступать под флагом нашей страны. А вот насколько это важно для спортсменов выступать под каким-либо флагом? Слышать гимн своей страны, флаг. Важно ли это или, главное, результат? Это, конечно же, важно. Это ощущаешь поддержку своей страны. Потому что ты выступаешь не за себя одного, а за целую страну. Маша, а у тебя спрашивали, что за флаг, откуда? Потому что мы понимаем, что взрослые-то, конечно, знают, да, Приднестровье уже на слуху все. Даже те, кто не знали, уже услышали, да. А молодежь, школьники, ну не все. Были такие, которым тебе пришлось рассказывать? Да, многие спрашивали. К примеру, девочки из России, они как бы знали, что это такое, а другие не очень знали. А что рассказывала Приднестровье? Рассказывала, что это очень красивая страна. Кристина? Нам было очень интересно, когда нас поддерживала наша республика, когда нам отправляли видеоролики с Дубасары и волейболисты, и теннисисты, и футболисты. Когда видеоролики кричали, ребята, нам вперед, спортсмены, мы болеем за вас. Конечно, здесь это нас очень подбадривало и поддерживало. Спасибо большое. То есть вы там, в Москве, чувствовали поддержку, можно сказать, что всей страны? Конечно, конечно. Ваше впечатление от соревнований, что запомнилось больше всего? Ну, нам ваши результаты, а вот вам что в плане организации, возможно, лужники, либо экскурсии какие-то, что вот вас зацепило, что вы будете вспоминать? Нам больше всего запомнилась, конечно же, Красная площадь, там очень красиво. Так она же маленькая. Ну, лужники, конечно, произвели свое впечатление, своей масштабной такой территорией. При входе там плакаты звезд, которые выступали в лужниках. Ну, очень великое такое место. Было приятно в нем побывать. Впервые, ну, надеемся, не первый, не последний раз. И я уверен, что не последний раз, и вы точно пройдете по лужникам с приднестровским флагом. И еще больше делегаций. Это точно. Надеемся, у нас в октябре ждем старты уже 11-й фестиваль среди стран СНГ. И вот, думаю, что повторится наше такое путешествие. Для школьников? Да, мы в прошлом году в ноябре были на 10-м фестивале таком, с делегацией 42 человека. И вот в этом году нас также приглашают, говорят об этом здесь и сейчас, о том, что в октябре нас ждут также с Приднестровья делегацию большую. Ну, будем ждать. Желаем вам успехов. Ну, и, конечно же, мы с вами еще обязательно поговорим, когда вы уже вернетесь. Хороших вам еще дней в Москве. И, скорее, возвращайтесь домой легкой дороги вам. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Мы продолжаем. И у нас в студии Олег Беляков, сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от Приднестровья. Олег Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. Олег Леонидович, вот на этой неделе обсуждали видео из социальных сетей, из ТикТока. Над зоной безопасности, над Бендерами пролетал самолет. Вот, давайте его сейчас посмотрим. Олег Леонидович, насколько это подозрительно, зная, что эта тема поднималась на последнем заседании Объединенной контрольной комиссии, удалось выяснить, что это за самолет и что он делал над Бендерами? Ну, здесь бы хотелось сразу отметить, что в самой зоне безопасности и в Объединенной контрольной комиссии установлен определенный порядок, в том числе пролета легкомоторных, любых других самолетов. В этой связи у нас действует решение Объединенной контрольной комиссии 92-го года. Здесь я датирую это к 35-му протоколу, где четко говорится, что любая сторона, которая поднимает в воздух какие-то определенные летательные аппараты, должна извещать другую сторону о типе летательных аппаратов, маршрутах движения, естественно, и целях, и задачах. Если мы с вами помним ближайшую историю, то неоднократно молдавская сторона проводила картографию с точки зрения использования таких же самолетов, которые делали аэрофотосъемку, и тем самым создавали какие-то определенные карты для местности, какой-то учета местности и так далее. Мы всегда в этой части выступали против, что на своей территории мы способны сами проводить определенные эти мероприятия своими силами, и на нашей территории, в принципе, это недопустимо. Но, тем не менее, несколько раз легкомоторные самолеты, взлетавшие из Румынии, пересекали зону безопасности, об этом и инициировали соответствующий диалог в рамках Объединенной контрольной комиссии, и таким образом инцидент был исчерпан. Вот в этой ситуации, которая подошла буквально недавно, несколько дней назад в этой части, это исключительно, скажем, такой хаотичный пролет, о котором ничего вразумительного мы пока с точки зрения информации от молдавской стороны получить не сумели, но, тем не менее, планируем более детально изучить, поскольку у нас же тоже есть определенные системы контроля в этой части. То есть вы уверены, что все-таки самолет с молдавской стороны? Ну, по большому счету, город Бендера, мы не взлетали точно. Мы не взлетали точно, и тем более съемка идет на территории города Бендера, района с повышенным режимом безопасности. Я думаю, что в ближайшее время мы разберемся и в этой части поставим все акценты в рамках Объединенной контрольной комиссии для того, чтобы все-таки выяснить эту ситуацию в полном объеме. Ну, еще один вопрос, который поднимали на этой неделе на УКК, это очередное передвижение военной техники по дорогам Молдовы, очередные учения, которые... Техника направлялась в Бульбоке, и там Министерство обороны Молдовы уже заявили официально о том, что да, в течение двух месяцев граждане Молдовы должны быть готовы, что по ночам у них будут громыхать, стучать, и техника будет ехать в своем направлении. Опять же, почему нас это интересует, потому что, повторюсь еще раз, техника направляется в Бульбоке, да, то есть там очередные учения. То есть 12 километров к Приднестровью, расстояние очень небольшое. Олег Леонидович, что ОКК на этот раз со стороны Молдовы говорит? Потому что мы знаем, что это неоднократно Приднестровская сторона поднимает этот вопрос. Да, действительно, в рамках объединенной контрольной комиссии вопрос передвижения техники, наличия его непосредственно на полигоне Бульбока, проведения различного рода стрельб, учений, он не может нас не беспокоить, поскольку это непосредственно близость как к городу Бендеры, так и к городу Григориополь, значит, в этой части. Даже до Григориополя там расстояние еще меньше, чем до Бендер. И здесь надо четко, значит, понимать, что, если, допустим, эти учения носят системный характер, но на эти учения привлекаются соответствующие другие структуры, подразделения, скажем, совершенно других государств, в том числе и государств стран НАТО, которые совместно, значит, в той или иной степени отрабатывают определенные элементы ведения боевых действий. Мы всегда себе задаем, и в том числе и молдавской стране, задаем один и тот же вопрос. Вот такая интенсивность подготовки вооруженных сил Республики Молдовы с участием иностранных государств. Вот только в прошлом году таких учений было 19, в этом году уже, значит, порядка 9. Но создается впечатление, что они уже не прекращают эти учения. Они то с НАТО, с кем, то своих резервистов гоняют. Анонсирование этих учений идет постоянно, и вот даже последний, уже даже июнь, и июль, все тоже идет, мобилизация в этой части. Анонсирование того, что происходит на полигоне Бульбока. Но мы находимся непосредственно в Линске, мы все это слышим. И вот прекрасно понимаем, что от жителей, допустим, того же города Бендеры, как они воспринимают все то, что происходит там? Ну, естественно, с какой-то некоторой тревогой, да? То есть прекрасно понимают, к чему-то люди готовятся в непосредственной близости. Я еще скажу больше. Дело в том, что вот та техника, которую мы с вами видим, заходит непосредственно на полигон Бульбоки, она оттуда не уходит. Она там складируется, остается, в этой части создаются определенные условия для базирования этой техники в непосредственной близости от зоны безопасности. Ну, вы знаете, конечно, я понимаю, что наши механизмы миротворческой операции справляются в зоне безопасности в полном объеме, с какими-то рисками и опасностями, но концентрация определенных сил вблизи зоны безопасности, это чревато определенными опасениями и, естественно, созданием каких-то определенных условий, которые могут иметь критическую массу. И в этой основе мы неоднократно в этой части обращаемся к молдавской стороне, постоянно говорим о том, что много же других полигонов, которые могут иметь место на территории Республики Молдова. Зачем это инициирует все вблизи самой миротворческой операции, которая успешно выполняет свои обязанности? Зачем его провоцировать с точки зрения того, что действительно сами миротворцы находятся в определенном напряжении? Вы прекрасно понимаете, что все взаимосвязано в этом мире и ничего раздельно быть не может. Но пока, скажем, каких-то вразумительных, скажем, объяснений, кроме каких-то определенных тират, ответа на наши заявления, выступления в средствах массовой информации, мы, честно говоря, не видим. Ну, не хочется нагнетать, но аналогии с июнем 1992-го просто напрашиваются. Тогда тоже концентрирулись войска в Унгенах, и потом мы знаем, чем это закончилось. Сейчас мы, конечно, немножко в другое время, в эпоху социальных сетей, и не все удается скрыть. Вот мы уже обсуждали видео из ТикТока, сейчас тоже вот эти вот видео с техникой, это сняли очевидцы. Вот объединенные контрольные комиссии с социальными сетями стало легче жить, либо тяжелее? Ну, мы прекрасно понимаем, что кроме соцсетей у нас есть везде, как говорят, свои глаза и уши. Глаза и уши. Мы то, что видим, скажем, в рамках соцсетей, это одна сторона вопроса, но мы знаем гораздо больше, чем показывают по телевизору или где-то в интернете и так далее. Поэтому, когда мы говорим о каких-то опасениях, они у нас реальны, эти опасения, реальные, скажем, те высказывания, которые действительно имеют определенную тенденцию к тревоге. Я с вами абсолютно согласен, что события 92-го года, но есть маленький фактор, что тогда не было миротворческой операции. Сегодня действует миротворческая операция, это тоже определенный воинский контингент, который развел конфликтующие стороны. Сегодня в этой зоне воинских подразделений конфликтующих сторон нет. То есть для того, чтобы сюда войти, нужно столкнуться с самой миротворческой операцией. Я так думаю, что пока это никому не нужно и никто к этому не стремится. И сама работа Объединенной контрольной комиссии и миротворческих сил показывает, что все стороны в рамках самой Объединенной контрольной комиссии, самой миротворческой операции ведут себя адекватно, вполне, и выполняют все задачи, которые перед ней стоят. Никита сказал, не хочется нагнетать, но понагнетал, как говорится. Но все-таки сам факт концентрации войск вблизи нашей страны, как не хочешь, это напрягает. Олег Леонидович, так что ситуация по-прежнему стабильная и контролируемая? Ну, это бесспорно. Такая вот самоутвержденность, она вытекает не из каких-то определенных голословных, скажем, составляющих. Она вытекает из докладов Объединенного военного командования, которые поступают в Объединенную контрольную комиссию еженедельно. Это, представляете себе, порядка 10 групп военных наблюдателей в ежедневном мониторинге, проходят всю зону безопасности, начиная от Рыбницы, Дубасарами, Гриверевым, Каменкой, Слободзея, Бендерами, и представляют полную информацию. Информацию не просто того, что они видели. Они общаются с местными органами власти, они встречаются с правоохранительными органами, они проявляют места дислокации тех или иных подразделений и подразделений. И в основе своей представляют достоверную информацию, независимую информацию трех сторон. Представители Украины сейчас не участвуют в режиме наблюдения из-за зоны безопасности, они выбыли на территорию своей страны. Но, тем не менее, трехсторонний формат остался. Это российская составляющая, молдавская и преднестровская. И вот то, что происходит на территории Республики Молдовы, то, что происходит на территории Приднестровья в зоне безопасности, эта информация достоверная, она является объективной. И мы еженедельно говорим, что сегодня ситуация находится под полным контролем совместных миротворческих сил. И это хорошо. Итак, следующая тема. Мы уже от военной переходим к экономической. К сожалению, Молдова продолжает оказывать экономическое давление. И вот новость. Молдова хочет ввести, назовем это, санкциями против ММЗ, заставить наш молдавский металлургический завод закупать металлолом у компании «Монополиста». Понятно, к чему это может привести? То есть, получается, да, эту компанию сделать монополистом. Ну, чтобы только ММЗ там закупал, да. Потому что ММЗ закупал только там. А какие цены эта компания может... Ну, в принципе, да, это может повлиять и на рынок, и как... Но здесь самое интересное, что министр экономики Молдовы, который предложил эту инициативу, он прямым текстом говорит, что это делается для того, чтобы пополнить бюджет Молдовы. Предлагаю послушать. Это означает, что предприятие «Металлфероз» будет единственным поставщиком для ММЗ. Это решение направлено исключительно на металлургический завод. То есть, завод в Рыбнице сможет покупать отходы черных металлов только у «Металлфероз». Это было сделано, потому что нам надо больше средств в бюджет, и в этом мы видим источник доходов в госбюджет. Мой мультиресурс в Бабуджет. Вы знаете, вот эти решения, которые в последнее время принимает руководство Молдовы, в части вот этих новых инициатив, они близки к политике, значит, далеки от экономики. Прекрасно понимаем, чтобы функционировать завод ММЗ, значит, у него должен быть свободный рынок. Как говорится, по приобретению этого металла, так и по реализации в этом контексте. Когда, значит, одна фирма будет приобретать металл и по своим ценам продавать его ММЗ, ну, это уже, знаете, элемент коррупции, значит, такой государственной коррупции. Когда, значит, все друг перед другом в этой части зависимы, и одна фирма рассчитывается со всеми и так далее. То есть, где вот свободный рынок в Молдове, где их демократические ценности, где их стремление в Европейский Союз, если мы знаем, что уже другие государства по этому поводу уже реально возмущаются, что так делать нельзя. Ну, а давайте возьмем нашу сторону, то есть чисто политическую составляющую, то есть ущемление наших прав граждан, значит, закрытие возможностей, скажем, полноценно работать нашим предприятиям, заставлять их работать исключительно по ценам, те, которые будут останавливать Республика Молдова, ограничивать наши рынки. Это, опять же, значит, ляжет на определенный дефицит нашего бюджета. Это наши пенсионеры, это наше здравоохранение, это наши школы и учителя. Это, скажем, все то, что мы называем нашим государством с точки зрения формирования всех тех вопросов, которые создают социальную сторону нашей жизни. Естественно, возникает некоторая напряженность в обществе в этой части. Мы прекрасно понимаем. Для чего эта напряженность? Для того, чтобы, естественно, тем или иным образом влиять на Приднестровье с точки зрения договоренности в раме политических аспектов. Вот эти все моменты, они, еще раз говорю, что они согласованы. И, по всей видимости, вот эта недоговороспособность, невозможность каким-то образом идти навстречу друг другу. И принятие определенных мер, мне кажется, они формируются не только в самой Молдове, а кто-то извне создают какие-то определенные советные вот эти линии, которые идут исключительно в ущерб Приднестровью, создавая определенные сложности для нашей жизни. И здесь, значит, ответ может быть только однозначным. Это исключительно направлено на усиление конфронтации, усиление противостояния между, скажем, Приднестровьем и самой Республикой Молдовы. Не более того. Ну, здесь, мне кажется, инициатива, конечно, такая под большим вопросом, потому что, да, вы упомянули уже о том, что другие страны тоже возмущаются. Вот буквально накануне из Румынии отправили петицию в парламент Молдовы. В правительство Молдовы послам направили 13 крупнейших предприятий, которые в том числе тоже завязаны на работе с ММЗ. И они прямым текстом говорят, что это риски, что это предприятие под угрозой закрытия, и в том числе это прямое нарушение европейского законодательства. Но надеемся, что здравый смысл будет все-таки преобладать, и ситуация вернется к более-менее стабильному состоянию. Да, вот в Кишиневе продолжают говорить о светлом будущем в Евросоюзе, говорят о свободе слова, о свободе передвижения, но мы видим, что в Молдове с этим большие проблемы. Закрываются каналы, и мы наблюдаем каждый день, что происходит в Кишиневском аэропорту. И сейчас все более пристально смотрят туда, сезон отпусков, все хотят куда-то полететь отдохнуть. Но уже дважды думают, стоит ли лететь в ту же Турцию, например, отдыхать, потому что тебя могут не пустить, либо испортят весь отпуск. И вот сейчас, если раньше в Кишиневском аэропорту допросы устраивали тем, кто возвращался из России рейсами через Ириван, то теперь экзекуцию делают тем, кто летит в том направлении. На этой неделе пассажиры нескольких рейсов не смогли вылететь в Ириван. Анталия, Ириван, да, там не только. То есть все направления, которые мы знаем, что иду через эти страны именно на Россию. Да, погранслужба в аэропорту забрала все паспорта и устроила тщательный досмотр. Но я думаю, здесь о правах человека трудно что-то говорить. И о каком европейском будущем Молдовы вообще можно рассуждать на фоне того, что происходит в аэропорту. Да, в итоге проверяли документы, проверяли вещи. Причем так тщательно и так долго, что самолеты просто улетели без пассажиров. И более полусотни человек остались просто за бортом. Давайте послушаем, что говорила одна из пассажирок. Короче, ребята, я в аэропорту. Тут хаос полный творится. Меня держали три часа практически на досмотре. Провели досмотр, описали все, что у меня было с собой. Ничего запрещенного не было. Просто держали до того времени, пока не улетит самолет. Когда самолет улетел, без каких-либо объяснений, сказали девушке на выход. Вернули паспорт. Теперь иду искать свой чемодан. Где он находится, тоже непонятно. Все вопросы сказали обращаться к компании, у которой заказывали билеты. Моральный ущерб и компенсацию билетов никто не хочет возвращать. Ну вот, короче, ребята, так и живем в такой стране. Олег Леонидович, вот мы знаем, вот эта ситуация связана, да, но в том числе с политической составляющей, да. То есть те, кто не согласны с политикой действующих властей Молдовы, они на контроле и периодически задерживают, да. Ну, приднестровцы тоже, давайте говорить. Они встают в эти списки, как бы мы это все понимаем. Мы не знаем, девушка как-то связана или не связана, да, ну вот ее точка зрения. Но здесь ситуация в том, что уже дошло до того, что людей, которые вообще никак с политикой не связаны. Ну вот просто прицепом всех берут, всех... Просто потому что человек едет якобы по направлению в Россию. То есть они даже не знают, останется он в Юрьеване или останется он в Анталии, да. Это якобы в то направление. То есть это уже, ну вот, мне кажется, что это какая-то не то что агония, но вот уже страх, просто какое-то вот ощущение, что зашкаливает. Ну это что-то вроде как истерии. Могут ли они, чего они боятся? Они заявляют о демократическом обществе, о будущем с Евросоюзом. Ну вот получается тоталитаризм какой-то. Чего боятся власти Молдовы? Зачем так кошмар людей в аэропорту, на ваш взгляд, Олег Леонидович? Ну тут действительно надо с вами согласиться. Какая-то степень агония, она присуща. Мы видим, что в преддверии предстоящих выборов делается все возможное и невозможное. То есть все демократические нормы, принципы, они теряют свой смысл. И люди действительно очень и очень страдают. Я даже вернусь опять к соглашению 1992 года. Есть статья номер 5, которая говорит, что между республикой Молдовой не должно быть каких-либо ограничений в рамках передвижения свободы людей, товаров, грузов. И если такие ограничения возникают, то стороны должны незаметно приступить к переговорам на этой почве. Ну вот мы с вами эти детали видим, но никто к переговорам не приступает. То есть нарушение за нарушением. И в этой части, конечно, это в первую очередь отразвляется на права человека. Человек не должен быть ограничен в своих возможностях в рамках передвижения, в рамках выполнения своих каких-то определенных функций и так далее. Это не может делать ни одно государство в мире. В этой части все ратуют почему-то за права человека, и в то же время их глобально нарушают, эти права человека. И в этой основе мы видим последовательность действий определенных структур правоохранительных органов Республики Молдовы, которые далеко работают за правами тех документов, которые определяют их функционал деятельности на том или ином направлении. Они выполняют исключительно чьи-то заказы, то есть чьи-то требования исключительно чьи-то требования. Не в рамках инструкции, не в рамках положения, не в рамках законов. То есть они уже давно перешли эту грань. И в этой части, конечно, не можем мы не вызывать озабоченность, поскольку это единственный коридор, который сегодня нас связывает с какими-то определенными элементами той же Европы, той же России и так далее, других направлений, как вы говорили, отдыха и выполнения своих каких-то определенных функциональных задач и так далее. Это, конечно, настораживает, когда маленький потенциал объекта, который действительно сегодня работает, превратили его, естественно, в какой-то друшлаг, в котором издеваются над людьми в полном объеме. Спасибо вам большое за то, что пришли. Хочется пожелать успехов только в работе ОКК. И чтобы ситуация оставалась всегда стабильной и контролируемой. Вроде все обсудили. Самое главное, что произошло на этой неделе, это был специальный разговор. И сегодня мы говорили, конечно же, о президентской регате, о нашем успехе в Москве на юношеских играх сайте отчественников. Обсудили, конечно же, политику, что происходит в зоне безопасности. Проблемы молдавского металлургического. И кошмар в Кишиневском аэропорту. Вели сегодня для вас специальный разговор Никита Кондратов. И Лидия Салкутсан. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин